Втрое меньше шагов. У, ДА, появится возможность подавать заявление о субсидии. В, ДА, начался бета-тест функции, позволяющей подать заявление о субсидии. Она поможет это, сделать за 7 шагов, а не за 21, как раньше, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу, ДА, присоединиться к бета-тесту может каждый, кто имеет, карточку налогоплательщика, РНУКПП. В, ДА, основания для получения субсидий, не получал субсидию ранее, субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. В галерее перечень, кто может получить помощь, пишет пресс-служба. Для регистрации на бета-тесте необходимо перейти по ссылке, кто может получить субсидию, человек, который зарегистрирован в жилом помещении, лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды. Внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает без заключения договора аренды. Несовершеннолетний ребенок, который остается без родительской опеки и имеет официального представителя или опекуна. Недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин